В Пакистане получил громкое и весьма неожиданное продолжение скандал вокруг якобы сожжения девочкой-христианкой страниц Корана. Две недели назад в сумке Римши Масих нашли два обгоревших леска священной книги мусульман. Девочку арестовали и отдали под суд. А теперь выясняется, что странички ей подбросили, причем не кто-нибудь, а имам местной мечети. Римши Масих, по словам ее родственников, 11 лет. По данным медиков, физиологический возраст девочки около 14 лет, а умственный возраст меньше физиологического. В любом случае, это не меняет двух вещей. Во-первых, девочка несовершеннолетняя, а во-вторых, если ее признают виновной в сожжении Корана, сидеть ей в тюрьме до конца жизни. Арест девочки вызвал бурю возмущения в Пакистане и в мире. Пакистан возмущается богохульством, в сумке Римши нашли сожженные бумаги, пепел и страницы Корана. Мир возмущался пакистанскими законами, позволяющими судить ребенка, да еще, возможно, больного. Сообщалось, что у Римши синдром Дауна. Но тут случилось нечто неожиданное. В деле появился новый фигурант, он уже предстал перед судом. Халида Чешти обвиняют в том, что он подбросил две страницы Корана в сумку девочки. Ту сумку, которая потом была у нее изъятой, в которой были найдены обгоревшие листочки. Имама исламабадской мечети арестовали по наводке его помощника и еще двух свидетелей. За две недели в исламабаде развернулась настоящая охота на христиан. Дело дошло до того, что президент Асиф Зардари был вынужден вмешаться и потребовать от МВД досконального расследования всех обстоятельств произошедшего. Римша Масих была арестована 16 августа в одном из бедных пригородов Исламабада. Поводом для ареста стали антихристианские выступления жителей города, которые обвиняли девочку в том, что она сожгла несколько страниц из Корана. Ее семья вынуждена скрываться в целях безопасности. Сотни христиан, живущие по соседству с семьей Масих, в панике покинули свои дома, опасаясь расправы со стороны мусульманского населения. Арест девочки-христианки и гонения на христиан в Исламабаде компрометируют образ Пакистана в мире и заставляют нас краснеть. Властям, видимо, больше нечего делать, словно бы это не у нас на улицах льется кровь невинных людей, а террористы, вооруженные по последнему слову, безнаказанно творят свои черные дела.